Измерить уровень глюкозы и холестерина в крови, определить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГР и считать массу тела. Вот лишь основные данные, которые можно получить в рамках планового медицинского осмотра. Первый этап – диспансеризация. Диспансеризация – более широкое понятие. Сюда уже включаются такие исследования, как общий анализ крови для тех, кто старше 40 лет, маммография для женщин, калоноскрытую кровь, очень высокочувствительный метод иммунохимический, который позволяет выявлять онкологические заболевания толстого кишечника на самых ранних стадиях. ПСА – это простатспецифический антиген для мужчин. Соответственно, осмотр акушерка и взятие цитологического мозга. После этого пациент отправляется на осмотр к терапевту и узким специалистам. Эффективность диспансеризации доказана на практике. Она существует более 7 лет и помогает уже на ранней стадии выявлять серьезные заболевания. Очень много людей приходит, они даже не знают, например, свое артериальное давление, к сожалению. Не говоря уже о том, что глюкоза и холестерин тоже остаются для них загадкой. Особенно это люди молодые и неожиданно для себя они узнают, что оказывается у них повышенная масса тела. Врачи отмечают, что если у вас появились симптомы болезни и жалобы, то, скорее всего, она находится уже на запущенной стадии. Именно диспансеризация поможет предотвратить серьезные последствия. Вовремя распознать сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, онкологию. Исследование кала на скрытую кровь, то есть иммунохимический метод, он является очень высокочувствительным. Вот в прошлом году, по итогам прошлого года, нам удалось выявить 8 случаев непосредственно злокаченных на образование толстого кишечника на ранней стадии. То есть пациентам удалось сохранить жизнь, это понятно, здоровье. И у некоторых пациентов даже обошлись только удалением непосредственно самого образования, то есть не затронут кишечник. Стоит отметить, что проходить диспансеризацию нужно раз в 3 года, людям до 40 лет и каждый год тем, кто старше этого возраста. Обследования бесплатные, их проводят в рамках обязательного медицинского страхования. Напомним, что для прохождения диспансеризации человеку обязаны предоставить выходной на работе. Если необходимость есть, конечно, мы можем дать заключение о том, что пациент прошел эту диспансеризацию и он может предоставить эту работу дателю. Но как раз для работающих граждан сейчас предоставлена возможность проведения диспансеризации в вечернее время и в субботу. Соответственно, у нас это можно сделать с 9 до 15 в субботу и до 10 вечера в рабочие дни. Диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту жительства. При этом обращаться в регистратуру и получать талон не нужно. Вы можете сразу пойти в отделение медицинской профилактики. Процедура займет около 40 минут для молодых людей и не более двух часов для взрослых и пожилых. Разница времени связана с количеством проведения необходимых исследований.